День добрый. Не хотел ничего писать, надо записать. Носок не видно. Едем мы от больницы. Анюта меня уговорила, короче. Поехали, поехали. Поехали, короче. Хожу и вот так, волочу за собой. Старость, не радость, молодость, не жизнь. Едем. На улице у нас 27 градусов жары, 20 минут пятого. Надо было раньше ехать. Почему? Ну, что, время не два, не полтора сейчас, пока тупо косет. У них же тоже смена идет. Пусть идет. Я вообще не хочу ехать. Можно домой поехать, да и все. Не надо. Что-то горит вон. Надо съездить. Надо съездить. Все, мне надо съездить. Для чего? Сфоткать, я тебе буду посмотреть. Все само пройдет. Вот так он на плюнтрубку не берет. Можно было быть приемником. Ладно, едем, короче. Ну там снимать не буду. Не знаю, кто просто на смене сегодня. А потом скажу вам, что-то как. Что с моей ножкой. Баскетбольные колечки поставили. Молодцы, ребятки. Погода, хоть купаться есть. Ну, только ласты не грибут. Уже доехали. Раз-два. Вуаляемо в больнице. Ненавижу больницы. А Анюта, видать, любит, раз меня постоянно туда тащат. Постоянно. В больницу, в больницу. Поехали быстрее, Рома. Человек должен без больницы справляться. Вот сюда заезжай. Зайдем. Вон место. Нам вот сюда в приемничек. Сейчас пойдем сдаваться. Все, пупчики мои. Не стал я налаживать гипс. Отойди. Говорят, можно гипс наложить. Перелома нет. Короче, растяжение связок. Связки нормально так растянул. Говорят, можем гипс наложить на костелях. Снова будет ходить. Я лучше так подвигаюсь, чем с гипсом. С гипсом, говорят, неудобно. Лучше так потихоньку доживет. До свадьбы. Не сидится нам дома. Решили мы съездить еще прокатиться по делам. Вечером на улице. Хорошо. Хорошо. Закатали яму. Можешь смело ехать. Наконец-то. Все. Теперь мы счастливы. Говорят, мой бля. Не, он. Чулочки. Пеппи-длинный чулок. Пеппи-длинный. Но в нем, кстати, пободрее ходится вообще. Ну как бы это. В натуре нежелательно наступать несколько дней, мне кажется. Спокойно. Но чтобы это, я не даю. Чтобы натёк спадал. Да, я не даю, она у меня наоборот напрягается. То покурить то. Так, то так За это у меня получается, что опухоль даже и не спадает Ой, как хорошо Свежий воздух Не гонит это быстро Сколько, 40 километров? Ну это очень, 50 вон где-то есть Да просто мы сейчас приедем рано Не стесняюсь просто, надо быть пунктуальными Во время сказали, какое приехал, кто и приехал А что вот это вот? Кто рано встает, тому что-то, кто-то дает Город пустой Воскресенье Все, наверное, кто где, кто на даче Охотники Кто на охоте Вот так вот Летим, короче Еще завтра на прием вот сюда, по сути, я должен был прийти, да? Нет, туда Туда? Завтра на прием Я не пойду на прием Какой смысл на прием ходить? Что там они мне смотреть? Они мне выписали там На 4 недели Ага, на 4 недели, типа, что я должен, по сути, ходить И все Короче От 3 до 4 недели От 2 до 4 А я, по сути, послезавтра должен уже на работу выходить Еще мы ждем Всех ждем И, короче, я даже не знаю, как будет Поехали Вообще не понимаю Ну, как не понимаю Понимаю, придется работу на недельку хотя бы отложить Я думаю, что за неделю все пройдет Ну, что я ходить смогу Просто я выйду на работу А там бессмысленно, что я с такой ногой выйду Была бы рабочая Рабочая Сидячая работа Ну Был бы другой разговор А так как работа Ходячая, а не сидячая То без толку, короче, мне это Выходить Придется давно посидеть Завтра еще должен был участок скосить Я Но поеду, буду смотреть, как косят его другие Если они будут косить Не, я могу покосить Еще не хватало, чтобы ты скосил Призывалился Много самое интересное Я даже не знаю, где вот разорвал связки Не помню Ну, примерно предполагаю Где это было Ну, и, короче, ребят, лучше такого не повторяйте Все трюки-трюки были выполнены Это все самогон Злой Это все жадность Да какая жадность Я спокойно пью Обычная, дома Обычная Да нет, это самогон коньяка Потом еще и пиво Это жадность Надо было кофе пить и тогда хотя бы Переривами Ладно, нормально все Все путем Но с кем не бывает Ладно, все, летим Зато я теперь знаю, что в тебе живет лев Где-то очень глубоко Не, ну вот этот походняк меня, конечно, выбил Этот, сука, телефон во всем виноват Конечно Если бы он не упал, то и я бы нормально был Ты бы не стал отталкиваться ножками Ладно, летим, короче Самый прикол, знаешь, что это такое? Я ловки попросила, говорю, ловки сними Как я это должен, чтобы проверить Ровно или нет А, во, я и хотел сказать откуда Как она началась снимать Я говорю, ловки сними Ну, походняк, ну, нормальные Ты не думай, что ты такая деловая Идешь, пошел за тобой А я песню же слушал какую-то Включил музыку, вроде Ты, видимо, свой походняк решил показать Точно, но Ловка, глянь, жалко, потом телефон был не включен Самое интересное, это было позже А что было? Когда ты нападал тобой Левану внутрь, делился Нет, вы же говорите, это наше Я говорила, это наше Еще главное, аккуратненько Телефон на капот Ты, видимо, помни о том, что до этого Ты за него жрвался Я не помню на капот Ты первый раз, короче, не добежал Встал, положил телефон на капот И опять, блядь, господи Сейчас ездили, едем обратно домой Ну, как раз в половину дома будет До дома, до хаты Несемся Швейная фабрика Анютка говорит, здесь работала костюма, шила, да? Да Это было очень-очень давно Мне было тогда 18 лет Вот так вот Ей было опасно За жопу себя хотела укусить Почесать В шею Да Ну, здесь стройка Что-то дом Если столик забудет Ну, он же кран поставил Нормально все начнет будет Нормально делаем, нормально будет Конечно Не начинай Все Все нормально будет Все будет хорошо На-на-на-на-на-на Направо трудный шаг А там сидит И шаг Все будет хорошо Все будет хорошо Круто, все в кафешках, вон сидят. Да кого вам там сидят, там патуты. Оптика, аптека, дом, сад, огород. Ой, какой там прикольный этот. Не лев, а слон. Декоративная фигурка. А лев у нас? Левчик. Ого, тут. Что это у нас? Это стоянка. Отличный вопрос. А что это не делают? Да, продают выставку продажи на штуку. А, они цветы сажать будут. Сажают? Сажают на клумбочки. Завтра Анюта сюда поедет, переписывает заявление. И будет у нее дачный участок, 40 соток. 12. 12? Это 12? 12, там с чем-то даже. Такой здоровый. Боюсь представить. Боюсь представить. 20-30. Сколько это? 12 и 1, по-моему. Ну, 12, наверное. Ну, 12, наверное. Ладно. Ну, я там у этого, у инженера смотрела. Да? Угу. Ну, он показал, что гибает. Он уже как-то тяжелый. Ну, он показывает. Челябинск. Челябинск. И ножики настолько суровые, что обогнали нас. Дальше по правой стороне. Ладно, летим до дома, до хаты, короче. Ну, чего интересного, ребята, а, не успели. Ну, не буду я могла бы то, если не надо. Не надо мочь. Ну, не буду я могла бы то нести. Хватит.